Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Целый месяц мне понадобился, чтобы утихомирить свои эмоции в связи с происходящими в моей стране событиями. Будет, что будет, а мы просто делаем свою работу дальше, как в старые добрые времена. Кстати, поддержи лайком, мне это действительно сейчас нужно. Чем больше лайков, тем больше моя мотивация работать и пытаться просто жить как раньше, хотя сделать это не так легко, как кажется. Уже пятый год я снова и снова говорю о том, что криптовалюта это невероятное изобретение. Наверное, самая гениальная в финансовой истории человечества. Да, есть платежные системы, например, SWIFT, Western Union, PayPal и так далее. Но что нам показала, это ситуация между Россией и Украиной, которой не должно было быть между этими народами априори. Она показала нам, что все эти финансовые инструменты и глобальные валюты могут быть использованы как инструмент влияния на то или иное государство, как способ отрезать отдельную экономику от мировой. И мы видим дискредитацию этих финансовых инструментов, в том числе и доллара. С криптовалютой же это не прокатит. Она децентрализована и полностью не подвержена цензуре. Невозможно запретить проводить платежи в биткоине, даже если обложить целую страну тысячей санкций. Ну никак. Кроме этого, ситуация в Украине четко подчеркнула еще одну не менее важную функцию криптовалюты – ее транспортабельность. Поток беженцев ринул через западные границы моей многострадальной страны. Конечно же, это привело к конфискации значительных денежных средств у некоторых из этих беженцев. Вот, например, такие котлетки изъяли у бегущего украинского дипломата. Настоящий патриот своей родины. А вот у беженки из Украины конфисковали 400 тысяч долларов. Абсолютная глупость привела к потере огромной суммы. И вот здесь на главную роль претендует криптовалюта. Ты можешь перевести любую сумму в криптовалюте, и никто даже не догадается, что у тебя столько денег. И это мы еще не говорим о мародерстве, грабежах и так далее, что неизбежно в таких кровавых конфликтах. Если у тебя наличность, тебя ограбят, а если криптовалюта, грабить будет нечего. Если ты помнишь, у меня есть обменник exchangesumo.com. Кстати, ссылка будет в описании, где ты можешь поменять валюту. Например, рубль на доллар или гривну на биткоин и так далее. Очень много есть направлений обмена, как ты видишь. Но это не столь важно. Я хочу показать тебе статистику этого своего ресурса. Это посещаемость украинских пользователей. И как ты видишь, после войны она подскочила, причем значительно. А это посещаемость российских пользователей. Она тоже подскочила. Какое направление обмена самое популярное? Ну, конечно же, гривна на USDT и рубль на USDT. Как ты видишь, после начала войны оба этих направления показывают значительный рост. Почему это происходит? Во-первых, доллар сейчас особо не купишь. А во-вторых, если ты бежишь за границу, это самый идеальный вариант спрятать свои деньги от пограничников и сохранить их при себе. Итак, если люди могут использовать криптовалюту, чтобы обойти санкции и переводить деньги за границу или получать деньги за границы, вопрос насущный. Почему бы и государству не сделать то же самое? И теперь мы переходим к самой главной новости, ради чего я и вышел в эфир. Россия задумывается над тем, чтобы принять биткоин в качестве оплаты за нефть и природный газ. Это только что произошло. Председатель Госкомэнерго РФ заявил, что Россия может продавать энергоресурсы в так называемые недружественные страны за рубли или золото. При этом с дружественными странами она может работать в их национальных валютах или в биткоине. То есть, по сути, как только евродолг перестать быть для нас расчетным средством, он для нас потерял всякий интерес и превратился просто в фантики. Я об этом председательном пусть все сказал. Поэтому в этих условиях, конечно, мы поставляем реальные ресурсы. Это коснется не только газа, а газ только началом, но других ресурсов, как энергетических, так и минеральных. При торговле западными странами хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а твердой валютой у нас золото, или же рассчитываются в тех валютах, которые нам удобны для расчета. Это национальные валюты. Это касается прежде чем недружественных стран, расчета за рубли. Что касается дружественных стран, таких как Китай, допустим, или Турция, которая не участвует в трансляционном давлении, то мы давно предлагаем Китаю перейти и меры такие принятые, расчеты в национальных валютах за рубли и юани. Соответственно, с Турцией будет это лиры и рубли. В той же Сербии какая-то там валюта плюс рубли. То есть, набор валют может быть разным. И это нормальная практика. Будут биткоины, будет биткоина торговать. Это нормальная практика абсолютно. Вот это да. Ну как тебе такое, Илон Маск и Байден? За рубли понятно. Обесценивание рубля заставило искать пути, как поднять его ценность. И заставлять покупать рубль для оплаты нефти и газа вполне себе разумное решение. Но биткоин меня поразил еще больше. Это переломный... Это переломный момент. Система нефтедолларов, что существует еще из прошлого столетия, кажется, встретила достойного соперника. И это биткоин. Ты представляешь, как вырастет биткоин, когда именно его будут использовать в торговле энергоресурсами. Просто безумие. Никогда не думал, что до такого доживу. Это также означает, что у России будет накапливаться баланс в биткоине. И на самом деле это тот путь, который я вижу для многих других стран. Ведь инфляция денег такая стремительная, что доверия почти к любой валюте уже не осталось ни у кого. И это уже происходит. Например, Малайзия станет следующей такой страной. Сегодня я официально заявляю, что единственная валюта, которой я доверяю, это биткоин. Поэтому у меня очень мало фиата, но очень много крипты. Страны сами заставляют людей отворачиваться от фиатной валюты. И поэтому, собственно, мы видим такой скачок интереса к биткоину и тезеру. Это, в свою очередь, приводит к давлению покупателя на рынке, что выливается в рост биткоина до 44 тысяч долларов сегодня. И насчет этого есть интересные события. Например, компания Terra, та самая, которая разработала токен Luna, анонсировала покупку биткоина на сумму 3 миллиарда долларов. И хотя они уже начали его покупать, большую часть из этих 3 миллиардов они еще не потратили на биткоин. Но будут тратить в ближайшем будущем. И здесь сразу вспоминается Майкл Сейлор, например, из микростратегии, который покупал биткоин на те же 3 миллиарда долларов. После чего биткоин вырос значительно. Когда Тесла покупала биткоин на 1,5 миллиарда, биткоин тоже вырос значительно. Такая вот закономерность. Когда Terra закупит биткоин на 3 миллиарда долларов, мы можем ожидать роста биткоина тысяч на 10-12 долларов. Также на потенциальный рост указывает и вот эта информация. Результат первой вне биржевой торговли Goldman Sachs на рынке криптодеривативов. Да, не только страны, но и банки предлагают своим клиентам криптовалюты. Уже появляются способы на Уолл-стрит просто пойти в свой банк и со своего счета купить биткоин. Прямо в банке. Когда это будет массово, просто представь, что будет с биткоином. Итак, результаты запуска первой вне биржевой торговли криптоактивами на Уолл-стрит показали ажиотаж. Криптовалюты на Уолл-стрит из непризнанных активов превращаются в самый горячий класс активов. И чем больше мир будет погружаться в хаос, тем более популярными будут становиться криптовалюты. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!